Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 июля, разгар лета. Я вот сейчас собирала томаты, все их разложила по сортам. И хочу показать вам, какое томатное изобилие можно получить и у нас в сибирском регионе. Кто смотрит мои ролики все подряд, те знают, что я живу в сибирском регионе, в Алтайском крае. И вот даже у того, у кого нет теплицы, в это время томаты уже в открытом грунте спеют. Я сейчас вам покажу, какие у меня с открытого грунта, какие с теплицы. И это очень хорошо, что они уже соединяются. У меня вот есть и теплица, есть и открытый грунт. Я иду, беру половину там, половину там. Это очень хорошо, что они есть и такие, и такие. Потому что уже нужно пора начинать и засолки, и различные переработки. И если вот такие степлиц нам жалко на засолки, на переработки, вот подоспели с открытого грунта. Я вчера показывала гномика своего. Вот томаты гном, скороспелые. В июле вы уже можете их солить, что-то делать, консервировать. С открытого грунта взяла вот этот вот русские колокола. Они из-за того, что они мелкоплодные, они тоже очень-очень быстро спеют. Потом в открытом грунте поспела уже госпожа удача. Но, так как у нас год был нынче сложный, и в то время, когда она цвела, было очень холодно. И они, вот первые плоды получились не очень красивые, вот такие корявенькие. Но они вкусные все, очень сладкие. Также в открытом грунте поспела любимый праздник, я вам показывала. Сегодня уже сняла тоже несколько томатов. Поспел такой же пудовик. Вот у меня пудовик, вот этот, вот видите, пудовик сердцевидный розовый. Это у меня с теплицы, но у меня висит такой же спелый в открытом грунте. Потом, что еще в открытом грунте поспела? А, в открытом грунте поспела также сибирская тройка. Вот это у меня с теплицы, но сегодня я снимала видеоролик, где показывала, что спеет и сибирская тройка. Великолепный, прекрасный томат, очень вкусный. И для салатов, и для всего, ну вообще прелесть. Такой же подобный, только петруша и огородник, такой же вытянутый, только розовой формы. На улице я сегодня еще не ходила, не проверяла, в теплице он поспел, да. Вот этот розовый мед, это у меня с теплицы. И вот сегодня я уже говорила про то, что розовый мед, вот посмотрите, вот розовый мед, а вот пудовик. И это как картинка, найди 10 отличий. Они очень похожи, и если их не разграничить, ну как перемешать, то мне кажется, не только неопытный огородник, но и даже я, и даже, может быть, даже и биологи, не отличие от сорт один от другого. Еще такой же там висит ботяня и тяжеловесть в Сибири. Почему они все одинаковые, я не знаю. Кстати, очень похож еще и на любимый праздник, он тоже такой же. Но несмотря на это, они все очень вкусные, все очень хорошие. Хочу вот похвалиться, показать вам, он бедный даже лопнул. Вот это томат сорт советский. Он такой ярко-малиновый, когда спелый. Очень сахаристый, очень сладкий. Я потом разломлю, покажу вам его. Вот это тоже он и для открытого грунта, и для теплиц. Так, про какой еще не сказала? А, вот толстый джек. Вот они, они такие блестящие, прям казалось бы, вот лопнут. Ну, это пока что еще с теплицы, но на улице у меня тоже он есть, он тоже уже подходит. И в это время можно получить томаты и в открытом грунте, и в теплице. Я вот постоянно, каждый день делаю видеообзоры. И вы, наверное, видите, что у меня в открытом грунте, когда я хожу туда-сюда, промелькивает. То там красная помидорка, то там красная помидорка. Просто я их еще массово не собираю. Я уже говорила, что я жду, когда они доспеют полностью, дойдут до биологической своей спелости. Чтобы были здоровые, такие вызревшие, качественные семена. Но на еду можно было бы уже срывать недели три назад с открытого грунта. Так что, если вы начинающий огородник, вот, пожалуйста, все видеоролики от начала до конца, от посевов, выращивания, рассады, высадку. Посмотрите, что-то там, что полезное для себя возьмете, что-то вам понравится, что-то не понравится. Но в крайнем случае, вот при моих методах выращивания, я всегда с урожаем. С пустым ведром я по огороду не хожу. Ладно, основной урожай у нас, конечно, у нас Сибирь, все-таки. Конец июля это редкое исключение у нас. У соседей ни у кого еще нет, у кого нет теплиц. И кто сильно не занимается, так как я тот, кто не фанат вот этого дела, у того, конечно, еще нет. Они попозже сеют, попозже высаживают. Основной у нас будет месяц, конечно, август. Особенно конец августа поспеют все крупноплодные. Буду продолжать свои видеообзоры. А эту красивую картинку я вам показала только для того, чтобы, может быть, даже у того, у кого нет угорода, может быть, возникнет желание начать заниматься на земле, работать, выращивать растения, чтобы получить вот такие вкусные, красивые помидорки. Ведь это так классно. Зайдешь, занесешь их домой. Вот так вот я разложила. Я много лет этим занимаюсь, но каждый раз я не могу глаз оторвать. Я стою и любуюсь ими. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука. С вами прощаюсь. Сейчас выключу камеру и еще немножечко полюбуюсь ими, перед тем, как их порезать. Продолжение следует...